Обвиняемый в участии в массовых беспорядках во время митинга под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 Мустафа Дегерменджи останется за решеткой до 7 ноября. Детали в сюжете. В судебном заседании, назначенном на 11 часов, сразу же объявили перерыв на 3 часа. Адвоката Мустафы Дегерменджи, который ввел его дело, сегодня заменял другой правозащитник. Ему дали время ознакомиться с материалами дела. Слушание длилось менее часа. Ходотайство следователя о продлении ареста на 3 месяца до 7 ноября суд удовлетворил. В следственном комитете сообщили, что следственные действия еще не окончены. А Мустафа сможет сбежать в Украину, так как у него только украинский паспорт. Это заявление заставило родственников Мустафы усомниться в компетентности тех, кто ведет дело. Ну это полная колонада. Как говорится, следователи даже не знают, что у него есть паспорт. Как бы есть и украинцы, как бы мы вынуждены уже, потому что мы работаем, нам как-то надо питаться, как говорится, семью содержать. Пришлось получить, естественно, паспорт. Вот. Они даже этого не предъявили, что у него есть паспорт. Это что за следователь, если они не предъявили даже, что у него есть паспорт гражданина России. На суде Мустафа Дегерменджи сказал, что виновным себя не считает и собирается доказывать свою невиновность до конца. Следствие мне говорит, представьте, что вину и поедешь домой. Это получается, что если я даже невиновный, невиновный, китал, чтобы я домой поехал. Так получается. Я надо его расстрелить под давлением. Мустафу обвиняют в участии в массовых беспорядках во время митинга возле Верховной Рады Крыма 26 февраля прошлого года. Родные Мустафы называют происходящее абсурдом. Если они судят моего сына за митинг, который происходил в Украине, какое они имеют право это делать? Кто они такие? Мировые судьи, что ли? Чтобы судить моего сына. При Украине нам разрешалось митинговать. Я считаю, это полный беспредел. В отношении не только моего сына, вообще в отношении всего нашего народа. Они хотят нас запугать. Всего лишь. Ну, на всю волю Аллаха. Суждено будет ему свет, отсидит. Мы готовы ко всему. Но бояться, пригибаться никогда в жизни мы перед ним не будем. Если Мустафу Дагерменджи признают виновным, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Эльмира Бухурчалы, Альберт Жуковский, Заман, АТР.